Значит, ситуация она такова. Опять мы возвращаемся к перспективам холодного ядерного синтеза. И существует один главный аргумент, который делает перспективу холодного ядерного синтеза просто невозможным, согласно современным теоретическим концепциям. В чем состоит этот аргумент? Он состоит в форме вот этой кривой, которая несколько коряво, не смывающимся маркером, ухитрилась нарисовать на доске. Она определяет у нас количество энергии, затраченное на связь каждого нуклона в различного рода веществах. Мы видим на самом деле, что по понятной причине энергия связи нуклона в атомарном водоводе H, она минимальна, потому что там один протон. Какая же там может быть еще энергия связи? Чуть больше в H2, то есть в диетерии, она будет чуть больше. Мы видим, что в гелии она вот здесь примерно равна 7. Это что означает? Что когда мы из диетерия изготавливаем, как в обычном горячем синтезе, гелий 4 или гелий 3, то мы видим, что у нас возникает большой дефицит возможности получения дополнительной энергии. И действительно, эта реакция одна из перспективных с точки зрения энергии. Кроме того, мы видим, что вот эта кривая достигает здесь насыщения, а вот здесь примерно находится 57-й никель, да, у нас. И вот здесь у нас есть уран, 235-й, 238-й. Это что означает? Что когда уран разваливается на более маленькие кусочки, например, состоящие из ядер, атомов, примерно вот этой группы, там, никель, железо, всего остальное, прочее стоит, то у нас тоже возникает некий избыток энергии. Он очень небольшой, согласно одного мегалектрон-вольта на один нуклон, а нуклон это либо протон, либо нейтрон. Но, тем не менее, согласно теоретических представлений современной физики, получается, у нас получается, что эта реакция возможна в том смысле, что она дает нам некий энергетический выход. Мы видим, что вот здесь реакции внизу для легких ядер возможны, и они дают очень большой выход. Там мы видим вот эту маленькую стрелочку. Это кривая ядерных сил? Это кривая, на которой указывается, с одной стороны, атомный номер, с этой стороны, а с этой стороны указывается связь на один нуклон. Энергия связи на один нуклон. То есть, например, если в никеле, в 57-м железе, допустим, у нас 57 уклонов, то это, соответственно, надо общую энергию связи разделить вот эту на самых 57. Или у нас есть уран-238, это означает общую энергию связи, надо разделить на 238. Соответственно, если у нас есть диетерий, где есть протон и нейтрон, то соответствующую общую энергию связи надо разделить на 2. Ну, что такое энергия связи? Ну, вот, например, представьте себе более простую методику, например, атом. В нем оказывается следующая вещь. В атоме есть ядро и электрон, допустим, один всего лишь. У него есть некая энергия связи, да? Поэтому для того, чтобы его надо утащить, этот электрон от него далеко-далеко, надо вот эту какую-то энергию затратить точно так же. Вот, то есть, что здесь получается тогда? Какое у нас является следствие? Нет, вот, 57-й здесь железо, а не никель, конечно. То есть, для никеля получается, что если мы собираемся провести так называемую трансмутацию, то есть добавить к никелю одно ядро, то есть против, то есть один протон от водорода, то у нас эта реакция пойдет не с выделением энергии, а с ее затратами. Потому что мы сидим вот на этом самом горбе. Здесь и мея сидит, и никель, и железо, поэтому все, что к ним мы добавляем, оно нам не дает выигрыша, по всей видимости, а дает нам только одни проблемы. То есть мы должны добавить энергии. С этой точки зрения реактор ВОСИ работать не может, однако он работает. Это непонятно еще. Что он из себя представляет? Я напомню тем, которые не были на наших предыдущих заседаниях, посвященных этому вопросу. Я попытаюсь вам рассказать примерно, как он работает. Значит, это керамический цилиндр в некой медной обмотке, по которому пропускается ток, где создаются высокие магнитные поля. Внутри этого цилиндра находятся небольшие капсулы размером 200 нанометров, в которые среди горошин, в основном оксида цинка, поставлены 5-нанометровые горошины, хотя они не горошины, конечно, эти кусочки никеля. Он не горошин, это вот такой ежик, потому что нужно, чтобы поверхность его была большая. К этому цилиндру подведен водород под каким-то там давлением порядка, ну, может быть, в 10 атмосферах. Вот, он вот такой, вот этот самый реактор. Вот, наш оставшийся пишущийся филомастер. Вот, оставшийся пишущийся филомастер. Так, вот такой цилиндр. И внутри вот находится вот этот, на подложке, этот порошок никеля. Когда у нас пропускается ток, через некоторое время там происходит какая-то загадочная реакция, и он начинает не только поглощать тепло, он начинает ток выделять, притом очень сильно. После этого, когда выделяют оттуда этот порошок, оказывается, что у никеля там стало гораздо меньше, а меди стало гораздо больше. То есть меди не было совсем, а теперь стало ее, ну, там, десятки процентов. Выясняется, кроме того, что на всех из пяти изотопах никеля стабильных эта реакция идет, за исключением 61-го изотопа. 61-го изотопа, это, как я многократно говорил, это мисс Бауловский изотоп, что само по себе очень волонтинно. Но, однако, люди на этом деле пытаются построить и строят успешно работающий реактор. То есть это прибор, который выделяет громадное количество энергии. Более того, недавно, только что в сентябре, одна швейцарская компания запатентовала микроэлектронный прибор, основанный на этом принципе. То есть речь идет о такой крохотной батареечке. Вот таких размеров. То есть вот такая маленькая батареечка, работающая на холодном ядерном сентябре. Вот такая крошка, крошка, собственно. Они научились снимать тепло из этой реакции очень быстро и очень хорошо. И в этом суть их патента. Хотя в любом патенте все очень много скрыто. Но все это хорошо, но это все наталкивается на вот это теоретическое затруднение. Поэтому любой физик-теоретик, столкнувшийся с такого рода кривой, может сказать, что никакого холодно-ядерного синтеза с выделением энергии быть не может. Суть нашего сегодня доклада, что я попытаюсь предложить подобного рода механизм, который показывает, что реакция с выделением энергии даже на никеле, и вот на этом бугорке на нашем, она возможна. И она выносит совершенно интенсивный характер. Вот. Такова эта вещь. К сожалению, вы сегодня нарисовали так, что вот это стирается, а вся кривая не стирается. Напомним, в чем состояла суть нашей теории, которой мы и занимались. Суть нашей теории, она состояла в следующем. Мы знаем, что у нас существует кулоновский барьер. Чтобы, например, нам слить два ядра гетерия в гелий, нам надо преодолеть кулоновский барьер. Он состоит в том, что у нас два протона очень интенсивно между собой отталкиваются. То есть, их надо сближать, 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 сближать до той самой поры, пока у нас не наступит зона действия ядерных сил, и они их сольют в одно новое ядро. В гелий там. Три, гелий, четыре. Этот кулоновский барьер традиционным горячим ядерным синтезом пытались все время преодолеть при помощи высоких давлений и высоких температур. В смысле управляемой термоядерной реакции эта проблема решается уже 60 лет, и решиться никак не может. Есть большое подозрение, что там существуют некие принципиальные физические соображения, которые делают такую реакцию невозможной. Здесь же у нас дело происходит практически при комнатной температуре. То есть, температура реактора Россия – это между 200 и 400 градусов Цельсия. Я сразу же говорю, что я не хочу обсуждать вопрос, мошенник он или не мошенник. Во-первых, его постоянный бывший, сейчас у нас же умер, соавтор Фокарди, он являлся деканом факультета Оболонского университета, факультета физики. Оболонский университет, на минутку, это самый древний университет мира, который имеет зону непрерывного существования, потому что, например, парижский считается древнее, но он работал-работал, потом прекратил свою работу, чрезвычайно, который мы пройти в Россию Всевышнего. Именно Болонский университет является древнейшим университетом мира. Ну, все знают Болонский процесс. Вот эта вся команда, команда Россия, она является как раз людьми, которые работали в Болонском университете. И даже Фокарди являлся вадиканом факультета соответствующим. Второй герой, который у нас нужен, это фирма Девкалион. Что такое фирма Девкалион? Это греческо-канадская компания, высокотехнологичная. Первоначально Россия заключила с ними договор по поводу того, что они будут дальше разрабатывать этот реактор вместе. Но ситуация у них не сложилась. Россия сказала, что он будет работать с другой компанией, это американская компания в настоящий момент. А Девкалион утверждает, что ему удалось срисовать принцип работы реактора Россия и дальше по этому поводу удвинуться. Хотя Россия говорит, что никаких технологий им не передавалось. Вот это очень интересно. Я Девкалион уже благодарен за то, что он эту реакцию Россия позволил провести не на природном никеле, на смеси пяти изотопов, а на каждом из изотопов по отдельности. И получили, на мой взгляд, грандиозный результат по поводу того, что реакция Россия на МСБАУРСКОМ изотопе 61, она не идет. По-моему, это здорово. И вот сдаёт проблема, как преодолеть вот этот самый кулоновский барьер. Ещё раз я напоминаю. Ну, у нас существует проблема экранирования кулоновского барьера. Мы его можем удачно экранировать. Как мы его экранировали? Ну, например, когда у тебя есть два протона, два таких, то вот этот может быть до определённого момента окружён электроном. Электроном, да? И тогда, оказывается, в сумме он имеет нейтральный заряд, поэтому мы можем к другому протону его, скажем, подвести и гораздо более на близкое расстояние. Да? Ну, проблема состоит, что вот этот самый электрон у атома, он находится на очень большом расстоянии от атома, и на это самое расстояние, где сильное кулоновское сопротивление, мы его преодолеть никак не можем. Это является задачей. Ну, эта задача решена была уже где-то в 60-х годах нашего века, и был придуман так называемый мионный каталис. В чём он состоит? В том, что добавляются мионы, то есть гораздо более тяжёлый электрон, чем электрон, но имеющий такой же заряд. Он находится гораздо ближе к кедру. И в результате вот эту ещё дополнительную зону мы у нас за счёт экранирования, нам оказывается эту реакцию вести проще и лучше. Это давно известный факт. Мионный каталис. Он получен экспериментально. В этом смысле можно сказать, что существует даже на водороде, существует холодный ядерный синтез. Но этот холодный ядерный синтез обусловлен тем, что у вас рядом стоит некая фабрика, которая забрасывает мионы, очень короткоживущие лептоны, которые позволяют добиться нам экранировки. И это было всё очень хорошо, и всё очень было замечательно. Нам осталось понять, а нельзя ли в никеле, не может быть ли какого-то экранирования, кулоновского отталкивания, какого-то рода электроны. Ну, вроде бы как не может. Но вспоминаем некий фундаментальный факт. Лет 10 назад уже было получено уже релятивистское уравнение, то есть Дирака, и в нём были получены определённого рода решения, которые говорят о так называемых гидринах. Что такое гидрина? Ну, потому что наш обычный спектр атома, он имеет сферическую симметрию. Это решение уравнения Шреддингера, допустим, или уравнения Дирака со сферической симметрией. Помимо сферической симметрии, бывает ещё цилиндрическая симметрия. То есть, если мы начинаем решать уравнение Шреддингера в цилиндрический координатор, то хотелось бы думать, что будут получены некоторые решения, которые не видны в сферической системе координат. Точнее, они бы видны, но они представляли бы из себя бесконечную совокупность сферических гармоник, сумму некоторых. А в цилиндрических они бы описывались одной функцией. И вот для уравнения Шреддингера примерно до 2011 года такие решения были неизвестны, но были известны решения для Дирака. Было известно, кроме того, что в атоме возможное положение электрона с цилиндрической симметрией, где вот здесь, в некой первоначальной точке, электрон подходит гораздо ближе к атомному ядру, то есть к протону, чем это для решений с асферической симметрией. А цилиндр это электронный облак, да? Да, цилиндр это такое электрический... А в середине это ядро? Да, в середине ядро, да. Вот, гораздо ближе. И когда он находится здесь, то у нас возникает эффективная экранировка, экранирование, которая позволяет нам справиться с клоновским барьером. Вот это было. Это вот гипотеза, такое состояние было названо гетрино. И года два назад, я об этом тоже рассказывал, подобного рода вещь была получена и для решений для уравнения Шреддингера. Оказалось, что разрешенными являются решения с порядка и многими, начиная с четырех. И это показывает, почему раньше народ, решая уравнение Дирака, отказывались рассматривать эти решения, типа у них нет классического предела. А нет классического предела, потому что у них на самом деле нет классического предела. То есть нет решений о уравнении Шреддингера с номерами 1, 2, 3. Начинают, собственно, с четырех искать. Вот с номером начнешь это искать, и тогда ты получишь, что гетрино такого рода существует. Это очень оптимистическая вещь. Если бы... Четвертого порядка, собственно? Четвертого номера. Ну, например, ты же, когда у тебя есть электрон, он у тебя сидит на орбите, да? На какой-то. Вот. А четвертого номера электронов, нет, но номера, номера. Если считать орбиты... Да, у тебя есть первая орбита, грубо говоря, вторая, третья, четвертая. И на первом орбите у тебя, например, на так называемом состоянии С1, у тебя сидят два электрона со спином вверх и со спином вниз. Потом ты берешь орбитальные моменты, равным, ну, более. Вот. И берешь орбитальные моменты, и они у тебя нарастают. И на этого замечают еще орбиты. На второй орбите сидит у тебя их 8, то есть два пятерца электрона, шесть П электронов и так далее. Дальше Д, дальше Ф, Ф орбиты и так далее. И они номеруются некими порядковыми номерами. Вот так. Такая у нас вот вещь. То есть это на самом деле, в основании этого лежит значение орбитального момента. Вот такая вот вещь возникла. Сразу же встает большой фундаментальный вопрос. А если такие состояния существуют в природе, то почему эти состояния до сих пор не наблюдались на практике? Хотелось бы их наблюдать на практике, но мы их не наблюдаем на практике. Ни в коем случае. Да? Вот. Встает вопрос. Как это так? Ведь если вот это наше состояние с некой симметрией цилиндрической, она энергетическая, предпочтительно, то у нас должен происходить переход вот с этого С1 на эту самую орбиталь. То есть в природе мы должны не видеть не обычный водород с С1 электроном только, который у нас находится в основном состоянии. Или что только для четвертых орбиталей? Что? Решение есть только для четвертых. Ну для четвертых, да. Но номер они порядковые там. Они остаются порядковыми номерами, как бы так, четвертых. Хотя в совокупности таких цилиндров вот. То есть электроны на четвертые орбитали есть электроны? Да. Да, но четвертым номером, с номером 4, да, у тебя, она энергетически предпочтительна по отношению к С-электрону со сферической симметрией. Здесь его энергия меньше состояния. И у тебя, по сути, он должен был, не это должно быть являться основным состоянием, он должен был вываливаться вот в это состояние, в состояние типа гидрина. Однако на практике этого никогда и ни почему не происходит ни в коем случае. Почему? Как это возможно? Значит, это вот самый интересный вопрос. Потому что очень хорошо решать и уравнение Герака, и уравнение Шреденгера, получать какие-то решения. Но очень важно дать правильную физическую интерпретацию этому. Ну, вот какие у нас еще существуют чудеса, связанные с водородом? Ну, мы знаем, что есть атомарный водород, и есть знаменитая линия 21 см. Точнее, 21,1 см. Что это такое? Это, на чем она определяется? А в том, что у нас, как бы, электрон находится на S-орбитале, да, и есть посередине ядро. Вот. И они обладают, как бы, спином. Оказывается, что если спина этих двух водородов в сумме равна 1, то есть направлена в обе стороны вверх, то оно оказывается чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть менее предпочтительно, чем когда этот спин находится вниз. Этот переход между двумя состояниями, когда у нас есть параллельный спин протона из пропина электрона и антипараллельный спин протона из спина электрона, переход между двумя состояниями является запрещенным. Почему? Потому что при этом переходе суммарный спин системы не сохраняется. Это что означает? Это означает, что этот переход происходит крайне редко. Ну, для примера могу сказать, что в секунду, если взять кубический, кубометр атомарного водорода, представляете, да, кубометр атомарного водорода, то количество так подобного перехода в секунду будет от порядка трех всего лишь. Это же, представляете, какое количество надо водорода. То есть это очень редкая вещь. Но поскольку в галактике очень много этого водорода, то, например, излучение на частоте 21,1 сантиметра нашей галактики в несколько раз больше, чем излучение Солнца. Его очень много. Это длина волны, которая происходит, когда происходит излучение из одного состояния в другое. 21. Это знаменитая космологическая вещь. То есть подобного рода ситуации есть. Но хотелось бы тогда и поискать и подобного рода переход. Но он еще реже случается. Тем не менее там энергетический выигрыш уже не миниатюрный, как здесь, а он большой. И надо понять, почему на практике это не реализуется. А не реализуется, на мой взгляд, по очень простой вещи. Ведь когда мы говорим, что у нас ядра водорода есть некий спин, и говорим, что он там равен одному, одной, второй, это же не означает, что мы знаем, куда он направлен. Мы этого не знаем. Старая интерпретация квантовой механики, она основана была на том, что мы, грубо говоря, что он куда-то направлен, но мы это не знаем. А для того, чтобы его узнать, куда он направлен, мы должны провести некое возмущающее действие, возмутить его. Возмутим мы это действие, значит, и после этого результат будет всегда с точностью нашего возмущения. Это в результате возмущения, когда точно его не определим, точнее мы его определим, но с точностью неопределенности Гейзенберга. То есть это была старая интерпретация. Но с той поры, как появились так называемые неравенства Белла, и стало ясно, что можно говорить о том, был ли направлен спин куда-то до нашего возмущения или нельзя, просто взяв и померив, выяснилось, что говорить о его куда-то направленности нельзя ни в коем случае. Он никуда не направлен в этом смысле, до измерения. То есть не момент в классическом смысле. Да, не момент в классическом смысле. То есть у него нету некой собственной, независящей от нас направления. А он вектор все-таки, да? Он, получается, не вектор даже. То есть свойства вектора и направленности мы придаем только тогда, когда этот оператор момента вычисляется на какого-то рода состояниях. Допустим, один. Тогда он оказывается вектором. То есть нельзя говорить, что мы сидим, что этот спин куда-то у ядра проти, то есть у ядра водорода направлен, но мы не знаем, куда он направлен. А когда мы его померяем, мы его, когда меряем, он же маленький такой, а мы такие большие и могучие, поэтому мы его как бы на самом деле поворачиваем. Так вот не так настоящий момент. Благодаря неравенствам Белла мы понимаем, что это не так. Что дело не в том, что мы большие и могучие, мы момент измерения куда-то проектируем, то есть поворачиваем, а в том, что у него изначально нет никакого направления. Вообще нет. Мы придаем направление. Речь идет именно о спине. Да, о спине ядра протона. Да, о спине протона. Что это означает, между прочим? Это тоже ватерами. И это означает тот фундаментальный факт, что мы знаем, что у него есть спин, который представим в форме оператора, как я всегда говорил. Но с другой стороны, мы не знаем, куда он направлен. К чему это приводит? Это приводит в то, что естественная симметрия ядра водорода в обычной ситуации, она сферическая. А я многократно замечал на этот период, что некоторая симметрия, которой из сравнения Шеренгера не следует ни в коем случае, является неким фундаментальнейшим фактором. То есть, например, обменное взаимодействие, оно может голос вернуть. Обменное взаимодействие это в том, что у тебя два, ну допустим, два фермиона, то есть частицы со спином типа одной-второй, они не могут находиться в одной точке пространства ни в коем случае. Когда мы друг другу подтаскиваем, из сравнения Шеренгера это никак не следует, у них начинается мощнейшее расталкивание, поскольку это условия, связанные с асимметрией, связанные с принципиальной неразличимостью. В одном состоянии. Да, в одном состоянии, неразличимостью частиц. Ну они, конечно, у тебя разные спины, они могут в одну точку войти. А если у тебя спины одинаковые, то они как бы в точку одну войти не могут. Вот. То есть, вот такова вот эта ситуация. Она никак не следует из сравнения Шеренгера, но обладает страшной и всесокрушающей силой. То есть, нет ничего более мощного в мире, чем требование асимметрии, то есть, обменное взаимодействие. Кстати, в цилиндрическом асимметрии там как раз выделено направление есть. Да. А ну его-то быть не может, на мой взгляд. В этом состоит... Так вот, в этом состоит моя гипотеза. Я пытаюсь интерпретировать, почему состояние типа гидрина является запрещенным. Потому что в цилиндрических координатах должен был быть выделен направление. А его нет. Его принципиально нет. Это, между прочим, очень нетривиальное утверждение. Потому что, если, например, возьмем учебник Ландау Лишице и Ландау, мы видим, что хоть и Ландау на 10-й или на 15-й странице доказывает теорему о невозможности скрытых параметров, тем не менее, он является сторонником самой теории скрытых параметров. То есть, он предполагает, что у спина где-то у атома самого по себе есть какое-то направление. Мы его просто не знаем. И потом мы со своими могучими силами берем и при помощи анализатора, там, скажем, Штерна-Герлха или что-нибудь еще, его проектируем на какое-то направление. Так вот, все это, последние буквально десятилетия показывают это не так. И в первую очередь, благодаря заменитым неравенством Белла. Вот нет выделенного направления. И в этом физическая интерпретация она и состоит. Что у тебя просто принципиально нет выделенного направления, или у тебя таким образом отношения типа гидрина оказываются запрещенными. Но мы можем в кристалле, кристалл же у нас он такой, имеет некую форму, она может, в кристалле есть гипотеза, что мы можем попытаться задать это направление, обусловленное свойство кристалла. Это направление будем знать. И таким образом в кристалле оказываются отношения типа гидрина, оказываются разрешенными. Поэтому мы берем никель, его кристаллическую решетку, нагреваем, под большим давлением загоняем в нее водород и со временем он приходит в гидрина. Что это означает? С электроны в П переходят. Не в П, а просто С электроны переходят в обычное состояние типа гидрина. И с ферической симметрией мы переходим к этой... С цилиндрической. С цилиндрической симметрией, потому что там задается некая направление. Да, 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 в кристалле. Магнитное поле в ничем не будет. Да, да. То есть кристалл, мощнейшее магнитное поле, как у Роси, согласно в одной Тесла. Ну это еще ладно, что ли. А что возникает энергия, дополнительно выделяется? Потому что разница между одним состоянием. Да, и от этого возникает. Но у нас энергия гораздо больше выделяется. Я расскажу, откуда эта энергия принеслася. Ведь в чем там? Там не в том, что у нас удивительно там сильные магнитные поля, вот этот самый цилиндр, он похож на магнитное поле. А у нас еще, я напомню, у вас никель имеет форму ежика. А ежик это что означает? Что у него поверхность всех электрических зарядов, которые вот на этом ежике концентрируются вот на таким вот, просто вот так выглядит вот этот кристаллик. Вот вы приносили нам, помните, ежика вот такого? Вот эти штуки у дефкалиона, они имеют форму вот вашего ежика. 5 нанометров вот такие кристаллики. Поэтому у них поверхность очень большая, хорошо поглощает себя водород, но не это самое важное. Это самое важное, что у нас везде вознаются большие градиенты магнитного электрического поля. Это же очень тоненькие, это штуки. И здесь ситуация похожа на ту ситуацию, которая приводит к знаменитому эффекту Бифельда Браун. Знаете, да? Это летающие самолётики Тесла. Но она состоит в том, что у нас есть вот такая штучка с фольги, а вот здесь у него, скажем, тоненькая проволока. И под ним приводят два разных напряжения, принципиальных разных. И здесь в тонкой проволоке, из высоких градиентов, у нас возникает сильная ионизация воздуха. И воздух отсюда начинает, ионы начинают отскакивать на большой скорости, у большой энергии. Возникает реактивная сила. Любой может эту штуку собрать, и она будет у вас летать. То есть берёте вот эту толстую фольгу, тоненькую проволочку над ней, приводите два мощных электрических поля, и она вот полетела. Эффект Биффельда-Брауна. Здесь некая аналог. Здесь у нас опять возникают большие перепады электрического и магнитного поля, и в результате... Мало того, что внешнее поле могучее в районе Тесла по штабу, то, что там происходит, оно вообще носит бешеный характер. И отсюда сдаётся вот это выделенное направление. И хопа! И оказывается запрещённое до этого состояние гидрина, оно оказывается возможным. Раз оно оказывается возможным, то у нас электроны оказываются очень близко. к ядру. Это означает, что они могут экранировать момент сближения ядра никеля и ядра водорода до определённого момента, до начала действия силы. Они экранируют у нас очень сильно. Это естественным образом. Да, естественным образом. И у нас возникает подобного рода реакция. Для этого не нужно какие-то специальные условия создавать. Да, но только это всё... Задачки теоретически очень сложные. Я хочу даже сказать, что такого рода никель на воздухе, таких размеров, он просто загорается сам по себе. Окисляется кислородом. Ну как измельчить, если железо мелко вот сейчас порошочек, то оно тоже окисляется. А то здесь оно загорается точно так. Это сложная проблема. И была большая проблема теоретически, чтобы он не спекался с окрестным материалом. У него пошла эта реакция. Он разогрелся, взял, спёкся. Реакция прекратилась. Всё, с энергии-то, ты говоришь, выделяется. Кроме... Да, да. Я возвращаюсь своему с... Почему мне это важно? Я про гидрина раньше рассказывал, но я хочу сказать, что вот этот принцип, удалось мне его угадать или не удалось, она состоит, что у нас отсутствует выделенное направление как таковое для ядерного спина для водорода, то есть спина этого. Это означает, что у нас оказывается, что состояние типа гидрина, то есть состояние цилиндрической симметрии на практике у нас являются запрещенными. Но в кристаллах, особенно под влиянием сильных электрических и магнитных полей, подобного рода направление спина оказывается фиксировано. У нас возникает выделенное направление и оказывается, возможно, перейти в гидрина. Перешли в состояние гидрина, значит, у нас возникло условие экранирования кулоновского отталкивания вот этим самым элементом. Ну все, эрекция пошла. Ну теперь осталось понять, опять возвращаемся к нашей кривой, почему дальше-то она идет с выделением энергии, а не с поглощением. Вот. Состояние, кстати, цилиндрической системы энергетически не выгоднее, оно просто другое, да? По-моему, оно выгоднее. По-моему, выгоднее. Вот надо было посмотреть. Досчитать надо было, точнее. Я не досчитал сегодня. То есть, я пишу, почему переходит электронный сферический, как бы, к сферическому... По-моему, выгоднее. То есть, это в тысячу раз мощнее все. Все эффекты мощнее. В тысячу раз. Поэтому тебе невыгодно сжечь, грубо говоря, бензин, гораздо выгоднее раскладывать уран. Хотя вот он уран, вот видите, вот на такой дельте сидит на кохоте. То есть, один мегаэлектрон вольт. Ну, чтобы вы понимали, что это такое, средняя кинетическая энергия, максимальная, нуклона, да, какого-то, она составляет порядка 30 мегаэтил. То есть, если уран разваливается, то мы получаем прибыль в энергию... Да, да. Вот он на эти куски разваливается, и за счет вот этой маленькой дельты мы получаем прибыль в энергию. Точно так же, если здесь, если, ну, понятно, да, что здесь обычный водород, у него нет никакой энергии связи. Если он превращается в гелий, то мы получаем фантастическую приработку. То есть, гораздо больше, чем разваливание урана. Поэтому термоядерная энергия, например, термоядерная бомба, она гораздо более эффективна, чем обычная атомная бомба. И атомная бомба служит для всего лишь запалом. Вот. Такая вот эта вещь. Понятно, да? Теперь возвращаемся к нашим, к нашим этим прирогам. Значит, что еще мы знаем про ядерную... Если, да, замечу, если про всевозможные возбуждения электронов, которые вращаются по орбитам, вокруг ядра, мы знаем очень много, там есть эффекты, которые посчитаны до точностью 10-10 степени, то есть, до фантастических вещей, там существует разработанная теория, всевозможные поправки до туда посчитаны, то, напротив, для ядра мы не знаем вообще ничего. Никакой теории не существует, все, несмотря, по помощи подгонки... Какой тюриотипа? Она к этому не имеет отношения. Вот в ядерном силах, то есть, к силам и сильному взаимодействию. Ничего там не считается фактически, подгонка у нас идет по большому количеству параметров, и при этом и спектр возбуждения какого-нибудь ядра мы можем считать с порядками 10-10-20-30% то есть, это надо понимать, что это современное состояние уже давно непробиваемое состояние ядерной физики, потому что мы в ядре у нас отсутствует хоть какого-то удовлетворенная теория. Ну, вспомним даже, для гаммовской теории альфа-распада у нас, грубо говоря, ядро представляло себе вот просто вот такой, грубо говоря, стакан, в котором металась вот здесь зад-вперед альфа-частица. Вот она. Вот такая была грубая теория. Тем не менее, из него удалось чего-то поискать. Существует факт, который меня очень радует и возбуждает этот факт, который называется принципом насыщения, потому что простейшая оценка показывает, что у нас размер ядра а также его энергия и многие какие-то параметры растут прямо пропорциональным его количеству нуклонов в нем. То есть некому веществу А. Ну, для 57-го железа этих 57, соответственно. Вот. Для урана 238 их 238. Вот это все растет. Но оценки показывают, что это быть не может. Почему? Потому что у тебя потенциальная энергия растет вот этому благодаря атомному номеру состояние А-квадрат, а кинетическая энергия у тебя растет в состоянии 5 в кубе, 5 в третьих. У тебя потенциальная энергия идет со знаком минус, кинетическая энергия идет со знаком плюс. Если у нас А растет, то что получается? Что у нас потенциальная энергия, она откуда здесь берется, я прошу прощения, почему? Энергия связи по цельной минус. Да, потенциальная энергия, она попарно считается. Всего А взаимодействие на А-1, то есть это пропорционально А-квадрат. То есть они связи каждой попарно. Вот она из этих постов. И вот у нас оказывается подобного рода вещь. Это что означает? Это кинетическая энергия какая? А-квадрат. В этом отношении есть, какая кинетическая энергия? Просто берется А-А-1 зарабатывается за счет того, что нуклонов всего А, а А-2 зарабатывается из нашего из этого условия насыщения. Она оказывается, что она равна вот этому. То есть у нас радиус он пропорционально А корень кубический из А. Понятно, да, почему? Это из условия насыщения, что у тебя размеры ядра это эмпирический факт. Они растут пропорционально объем растет пропорционально А, то есть вот этому числону кону. Числону кону. А поскольку у тебя кинетическая это П-квадрат на 2 М, соответственно, то отсюда ты берешь еще и двоечку зарабатываешь. Вот. То есть вот такая вот вещь. Ну, что здесь важно на это обратить внимание? Это что означает, что если не было каких-то мистических сил насыщения, которых мы ничего не знаем, то из эмпирического факта, из этого простого рассуждения, оказывается, что чем больше А, то потенциальная энергия у нас растет гораздо быстрее, чем кинетическая энергия. И у нас ядро не должно занимать большой такой объем, оно должно схлапываться практически в точку. Но обратите внимание, что это так делалось, то есть ну вот так. Но тем менее, этого не происходит, и это в ядерной физике записывают как некие дополнительные условия насыщения. Но меня этот факт очень радует и очень греет. Почему меня этот факт радует и это греет? Это оказывается, что наша ядерная система ведет себя очень похожим образом, как гидрина, про которую я говорил. У нас всегда есть некая аналогия между электронным в ядре и его состоянием, и ядерным состоянием. Для нас это естественный язык. И здесь мы видим то же самое. С одной стороны, он должен схлопаться в какую-то точку, но что-то ему не дает ядру. И оно занимает странный эффект насыщения, когда уйти объем пропорциональным атомному номеру. Вот. Вот этому самому самому А. Есть размер какой-то ядра, да? Да, есть размер ядра. А должно оно схлопнуться. Должно оно схлопнуться. Потому что это силы связи сильнее, чем силы кинетические интеллекты. Да, совершенно верно. Это приводит нас на большое подозрение. А если там работает подобный же механизм запрета, который был запрет асимметрии прихода сферических состояний для водорода, состояние типа гидрина. Вот если такой механизм работает. Опять говорю, что ядерная физика вещь такая, что там почти ничего не считается, почти ничего неизвестно. Я когда был в Лиафе, наверное, было еще мало задавать подобного вопроса. Дим Арестов сейчас профессор физического факультета в кафедре квантовой механики. Задавал Малееву такой вопрос, чем там наши коллеги в других секторах занимаются в ядерной физике. Ответ был Малеева следующий. Вы знаете, они всеми силами мигрируют из этого направления в разные стороны, потому что им там результатов не удается получать никаких. они расползаются по разным направлениям. Вот. Что здесь оказывается? Между прочим, мы тоже, кстати, про это самое ядро тоже мы знаем некоторые фундаментальные факты, что оно не всегда носит сферическую картинку, а оно делается так, что для всех легких ядер ядро всегда носит сферические размеры, еще в окрестностях свинца там тоже ядро носит сферический характер, а перед ним и до него оно, значит, имеет вытянутую такую форму. Если не свинца не контелька, но вот такую свинку. Вот. Если лестница вот так, если длинникеля тоже так, то если она носит вот такой характер вы не будете. Как значит, выделенное направление есть? Ну, вот, интересно, да. Вот, длинникеля это его нет. Теперь спрашивается тоже вот этот фундаментальный факт. Оказывается, может ли у нас оно сжиматься? Если мы получили некий факт, что из условия насыщения действительно ядро должно как бы стремиться сжаться в точку. Что-то же ему не дает как-то это сделать. Вопрос. Как? И вполне возможно, что когда подобного рода сжатие оказывается допустимым, у нас возникает выход некой дополнительной ядерной энергии. И наша вся вот эта кривая не работает. Что здесь вот на этой самой кривой здесь подобного рода есть некоторые падения. Вопрос. Можно ли их померить эмпирическим путем? Ответ. Как ни странно, можно. Давай-ка еще раз. Значит, если мы задаем выделенное направление, вот смотри, да, то вещество переходит, то есть, допустим, атом переходит и ядро переходит в цилиндрическое состояние, если так условно называть, и электрон переходит. Да, значит, смотри, как... Ты думаешь, если она раньше копит, потому что электронная область цилиндрическая, а ядро почему-то круглый. Ну, там один протон, да. Один протон, понимаешь? Не получается сказать, что как бы не сейли сферическое? Эти эффекты могут быть даже связаны, я вполне допускаю, не с обычным спином, а с изотопическим спином. Вот это тоже важно увидеть. Энерго-то в чем заключено? Откуда это выделяется? Что у нас помимо спектра обычного ядра, когда у нас есть некоторое основное состояние, у него не есть возбужденные, да? Вот у нас есть возбужденные состояния ядра. Они же такие же есть. Спектр его обычно рентгеновский, иногда гамма-спектр, вот такой. У нас есть еще некоторые состояния, которые находятся как бы ниже, лежащие ниже основного состояния. Вот. С чем они связаны? А с тем они связаны, что если мы какое-то из квантовых чисел этого ядра, получается, что у него возможно некоторое фиксированное значение. Скорее всего, это обычный спин, но вполне возможно, что это топический спин, а может быть еще что-то. Как это? Грубо говоря, ты говоришь о том, что это холодный ядерный финтез, грубо говоря, выделение, оно связано только с тем, что у тебя меняется одна из характеристик ядра. Да, то она точнее фиксируется. Оно очень... либо ты сначала закачиваешь туда энергию, ты определяешь все их спины. Нет, она фиксируется. С помощью того же она фиксируется. Закачиваешь, закачиваешь, так сказать, путем направления всех спин в одну в одну сторону. И потом при помощи этого механизма ты получаешься их сближаешь, они сваливаются в яму, сваливаясь в яму, выделяют энергию. Да, да, у тебя есть никель. Он, никель, у тебя находится в неком основном состоянии. Вот в этом неком основном состоянии. То, что для 61-го никеля, то есть мисбарусского изотопа, это не так, это тоже очень интересно. Вот оно у тебя стоит каким-то образом. С чем это связано это состояние? С тем, что у тебя некоторое выданное направление, либо в настоящем пространстве, тогда речь идет просто о спине, или о неких орбитальных моментах нуклонов в ядре, если это можно так говорить. Либо это эффективное пространство, связанное с изотопическим спином. А изотопический спин, это характеристика, где у тебя протон и нейтрон, это как бы два состояния, одного это разум одной частицы с изотопическим спином направлены в разном направлении. Для протона плюс одна, вторая, для нейтрона минус с помощью поля ты ориентируешь спины? Ну, с изотопическим спином нельзя ничего сделать. С полем то как его снатируешь? Нет, оно не говорит про обычную. Я думаю, что это дело даже не в поле, хотя и поле здесь ни при чем. Потому что все происходит только в сильных полях. Да, оно там происходит в сильных полях. все, что они делают это, грубо говоря, ориентируют. Нет, тогда бы у тебя было бы все. Либо ориентируют, либо разгоняют. Если бы ты был прав, тогда бы у тебя все происходило бы иначе. Есть у тебя никель, ты бас в сильное магнитное поле, он из этого состояния перешел более низко лежащее и все. Тебе ни водород не нужен, никто. Почему он перешел низко лежащее? Но ты ему задал выгодное направление в сильном магнитном поле. И он более энергетически как гидрина, пошел свалился бы. Но это не так. Нет, что он еще выгодно, это не выгодно для него, я его заставил так, я закачал в него энергет. Любое направление, оно энергетически выше, чем хаос. Если я прикладываю термогнитное поле и выстраиваю их в определенный порядок, тем самым накачиваю энергию. Когда я сниму поле, они, грубо говоря, превращаются в хаос, они умиграют энергию. Не всегда так. Вот это гидрина говорит, что это не так. Как только ты... Я говорю где дальше. Соответственно, ты приложив поле, ты их выстраиваешь в определенную симметрию. Эта симметрия позволяет, я так понимаю, эта симметрия позволяет язвам сблиться на более близкое расстояние. За счет гидрина, позволяет. Ну, не знаю там еще за счет чего, просто тупо говоря, за счет этого они почему-то сближаются, то есть не затрачивается энергия на их сближение. За счет того, что возникает адаш, дальше-то что-то происходит. Ядерные реакции не происходят просто из-за этого. Дальше-то они не могут сойтись, они до определенного момента сходятся. Дальше-то нужно еще что-то приложить, чтобы ядерная реакция пошла. Иначе, грубо говоря, мы прикладываем достаточно сильное магнитное поле приложим, и из-за этого у нас получится водородная бомба? Нет, почему водородная бомба-то? У тебя водород вот так никак не неважно. Я имею ввиду, что пойдет реакция, только откуда ядер, так каким образом ядер дальше приближаются? Ну там 400 кельвин, там тепловое просто. Ну то есть надо нагревать? Да. То есть дальше греется? Да. Здесь мне очень, это важный вопрос, потому что здесь начинает работать мой любимый механизм, про который я с такой поэзией рассказывал раньше. Рассказ, который наши коллеги из Армении назвали по этим факторам обратным туннальным эффектом. В чем состоял обычный туннальный эффект? Помните, да? У нас есть высокий потенциальный барьер, частица преодолеть не может. Но по закону квантовой механики она может путем туннализования через него пройти. Вероятность такого перехода очень мала. Гамов тогда разработал такую фундаментальную теорию для альфа-частиц. Фундаментальная теория для альфа-частиц состояла в следующем, что у тебя стоит стакан, в нем стакан. Опа, не пишешь ничего. В нем в этом стакане потенциальный барьер, и в нем бегает альфа-частица. Но что у нас связано? Здесь соотношение неопределенности Гейзенберга, которое настоит, что импульс умножить на координату неопределенности не видать ничего общего. Ну понятно. Он должен больше постоянный план К-А-Ш. Что это означает? Это означает, что у тебя частица в этом потенциальном барьере фиксирована, то есть ее координата определенна с очень высокой точностью. Означает, что у меня определенность импульса очень большая. Раз очень большая определенность импульса, значит она в этом барьере прыгает и бегает в бешеный скорбь. Ты дык, ты дык, ты дык, ты дык. Большая энергия перескакивает через барьер. Да, и она очень часто пытается не перескакивать через барьер. Нет, я понимаю. Она подходит сюда и здесь на основании туннельного эффекта может его сделать. У тебя вероятность туннельного прихода небольшая, но зато она порядка 10-25 секунду подходит к нему и его проверяет на площадку. подойдет 10-25 раз в секунду и проверяет не могу ли я здесь перейти. Не могу. Иногда приходит и вот возникает вот этот альфа-распад. То есть за высокий ядерный спин альфа очислится на основании вот этого красивого гаммовского механизма она вываливается. Это понятно. Почему это было мне важно? Потому что в никеле в кристаллической решетке у нас в кристаллической решетке тоже фиксирован атом водорода. Он фиксирован. Это что означает? Раз не фиксирован значит у него должен быть достаточно высокий импульс с неопределенностью. Это точно такой же стакан в котором он так же входит только он снаружи к нему подходит. К этому стакану. Вот здесь ядро к нему подходит. Два гидрина то есть два ядра которые в состоянии гидрина. Никель. Никель. Хотя и то что ты тоже говоришь это возможно но это уже имеет отношение не к россии а имеет отношение к экспериментам Арата. Синтез как происходит. А здесь у тебя здесь у тебя тоже такая вот эта самая ситуация. Вот у тебя никель здесь стоит вот у него потенциальный барьерчик а здесь у тебя прыгает вот этот самый водород. Он зад вперед вот так ходит здесь. И поскольку он в решетке тоже локализован сильно то у него есть высокий импульс. Значит у него импульс в отношении неопределенности к Гейзенберге он существует и он тоже будет пытаться вот этот кулоновский барьер точнее он его пытается взять. Иными словами прикладывают сиренолюционное поле мы фиксируем фиксируем атом водорода и за счет этого у него появляется не сильная он в решетке сам фиксируется а на то и решетка. Ну и не раз расскажем что это решетка решетка она решетка для того чтобы он в решетке там прыгал чем больше мы его фиксируем в решетке тем больше у него возможность перескочить за боли. Да, да, да. каким образом мы его в решетке фиксируем магнитным никаким сам по себе на то она и решетка нет, что с решеткой решетка решетка у тебя кубик вот такой с драми николива она границентрированная у тебя водовод должен сесть в какие-то положения например в центре это я понимаю за счет чего решетка должна быть настолько что такое решетка это грубо говоря это же не не железки протянуты это электромагнитные силы ну можно сказать да вот решетка из электромагнитных сил такие как правильно то есть если эти электромагнитные силы достаточно сильные внутренняя структура это решетки да очень сильные электромагнитные поля соответственно они фиксируют азом водорода достаточно четко фиксируют давая ему возможность тем самым прыгать через барьер да это вот это все это хорошо я мне казалось что придумал красивую теорию которая говорит что в решетках у нас возможно у всех моих нынешних ухищрений возможно была простая красивая теория но она на что она разбилась она разбилась что у нас для эффекта туннелирования высота барьера не столь важна чем его ширина потому что у них гораздо и кулоновская в отличие от ядерных ядерное это оно высокое и очень короткодействующее поэтому гаммовская частица через него перепрыгивал а кулоновская оно не такое оно не очень высокое но зато очень-очень дальнодействующее и поэтому этот механизм он конечно может существовать но он существует как дополнительный механизм для чего и потребовался гидрина вот если сначала загнать водород в форму гидрина а потом таким образом путем вот этого обратного туннельного эффекта заставить его перескочить ведро и взаимодействовать с никелем так что получилось иметь вот это тогда вот это было бы и смысл нашего этого действия но это еще не все а просто так когда он с ним взаимодействует если бы это было обычное никель или что-либо еще то тогда бы у нас этого бы не произошло выделение энергии за счет чего возникает энергия а за счет того что у него здесь по каким-то причинам в этом синдрическом состоянии фиксирован ядерный спин и когда он сюда к нему приходит сюда к никелю он задает направление ядерного спина никеля вот в чем дело что это значит это означает что у него сферическая симметрия ядра никеля снимается и у нас оказывается возможно здесь аналогичное состояние типа гидрина уже на языке ядра и они вот туда вниз он валится и за счет этого возникает возникает выход энергии вот такой парус вот представьте себе какая у тебя сложная модель стала водород в решетке фиксируется сильное магнитное фон задает ему точно внешнее направление ядерного момента спина после этого он переходит в состояние типа гидрина и в результате электрон экранирует у нас кулоновское произвемодействие при достаточно высоких температурах порядка 200 кельвинах и всем прочим у нас возникает ненулевая вероятность туннелирования сквозь оставшийся клоновский барьер внутри ядра после этого после этого он приносит информацию о том что у него есть некое направление магнитного момента в это к ядру и оно оказывается ему выгодно не только состояние с некой сферической симметрией но и с цилиндрической и происходит выделение энергии вот я по пунктам все это дело так вот разжевал как это сейчас происходит и вот на сегодняшний день вот такая вот она выглядит вот эта теория эффекта роста чтобы определить хорошо а почему он состояние мезбарус как ты говоришь не знаю кто мне объяснит что такое не но ты должен для того чтобы эта гипотеза была хоть как-то более красивой ты должен объяснить почему и не происходит в этой состоянии да и я не знаю что мезбаруский эффект то есть я его конечно объясню буду каждый день заглядывать себе под кровать надежды идти на учебную премию в 1 миллион долларов примерно ну этого нету никто не знает почему за него до новых все что ты рассказываешь должно было и генетик смотрите господа можно ли проверить то что я рассказываю экспериментально как ни странно можно я придумал такой эксперимент ведь если у нас действительно речь идет о ядре меди находясь в каком-то другом состоянии то как мы его можем снаружи померить и посмотреть на него а есть сверхтонкие эффекты для электронных оболочек они носят двойной характер обычно ну первое она состоит что у нас электроны когда вращаются вокруг ядра смотря на то что ядро гораздо тяжелее например если оно будет на единичку станет тяжелее то у них общий центр масс у электронной ядра он сместится чуть-чуть и это вызовет к легкому незначительному так называемой сверхтонкой структуре смещению электронных орбиталей правда же это вот первый эффект он распространен для маленьких ядер ну там для водорода для лития почему потому что ядрота у них маленькая и относительный вклад дополнительного нуклона он большой второй эффект который здесь достаточно важен это состоит в том что S электроны вот эти S они имеют существенно отличающиеся от нуля вероятность охождения в центре и когда у тебя ядро большое электрон вокруг него вращается то у тебя S электроны они активно взаимодействуют с ядром вот и это тоже приводит опять к смещению некоторым то есть очень слабеньким то есть это сверхтонкая структура даже не тонкая а сверхтонкая орбиталей и вот было бы интересно посмотреть соответствующим образом выгрузить получившийся из установки геросии никель медь уже из никеля и посмотреть как его ведут его S орбитали в нем если окажется что там смещение вот это отличается от обычного классической меди то мы получим экспериментальное подтверждение что у нас ядро перешло в другое состояние принципиально вот если мне что-то поле убираешь и все обратно возвращается в исходное состояние при этом оно тогда забрать энергию он откуда будет брать энергию то есть у тебя будет работать холодильник оно вполне стабильно я обратил ваше внимание по 21 сантиметр я же рассказывал по 21 сантиметр помните да 21 сантиметра водород и у них параллельно спиной антипараллельно на практике в природе встречаются оба состояния хотя когда антипараллельно это выгоднее но вероятность у перехода это ничтожно здесь то есть это запрещенный переход здесь тоже существует запрещенный переход но на основании эффектов какого-то другого рода понимаешь вот поэтому в природе он самосвольно не переваливается так как и весь водород в антипараллельное состояние атомарное он автоматически не переваливается еще очень много в мире приятность этого перехода невысока если такое состояние стабильно надо объяснить почему в природе все-таки его нет по генезису стабильно есть по генезису но вот это же состояние тоже стабильно такое вот это то есть у тебя переход вот этого он более вероятен просто болей таких нет нет не то что делать поле здесь ни при чем или состояние состояние с гидрином оно же тоже получается стабильно вполне но его перехода же его тоже в природе нет почему потому что нет направления и здесь нету направления теперь его задали это направление теперь есть либо настоящее направление осталось да оно там осталось не думаю что за счет поля за счет того что я повторяю что к нему прибегает протон с фиксированным моментом за счет этого происходит не за счет поля 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 нужно только для того чтобы привести водород типа гидрина вот оно для чего нужно а то уже со своей информацией то есть это духу современной квантовой механики соответствует уже пытается перевести вот эту вещь это можно проверить я говорю если у меня вдруг случает скажем Ирина Узикова слышит вот сейчас то есть девочка которая имеет выход непосредственно на РОСИ то было бы этот эксперимент интересно поставить выгрузить вот этот медь из установки РОСИ и посмотреть его сверхтонкую структуру вот если сверхтонкая структура там будет наблюдаться как мне кажется некое отклонение связанное с другой структурой ядерного ядра то это уже будет грандиозным результатом и тогда мы сможем утереть всем скептикам теоретикам нос грубо говоря мы поймем что проблема состоит у РОСИ что на самом деле реакция идет с выделением энергии а не с ее затратой кстати я здесь нарисовал знаешь какую кривую кривая она здесь состоит в энергии связи на один нук для различных химических элементов для ядер химических элементов у нас оказывается ну понятно что связь одного водорода против равна нулю поскольку он один для h2 1 мегаэлектрон вольт для водорода порядка 7 7 мегаэлектрон вольт на нуклон на один нуклон поэтому если мы сливаем диетерий в гелий то у нас эта реакция идет с большим длинием энергии в связи с учебой вот здесь уран находится 235 238 если мы его делим на эти более простые кусочки всякие то поскольку здесь тоже существует некая дельта тоже идет выделение энергии но проблема она состояла в следующем что у нас здесь вот видишь я написал маркером который не стирается уже выкинул вот здесь у нас стоит где 57 железо если мы добавляем скажем сюда водород и делаем из никеля медь то эта энергия с теоретических представлений должна идти не с выделением энергии как в установке роста а с его поглощением потому что здесь вот такой бугор на кривой да и это является для всей теории холодного ядера ситоза являлась большим вызовом является ну то есть установка работает да установка не дает энергию а должна поглощать когда мы вот работали с группой Адаменко помните с трансмутации с 20 протон-2011 с ее экспериментами это было полтора года назад там не было ничего этого страшного потому что там энергии были большие там высокоэнергетичные прилетали электронные как гелетные и нам это было но здесь там даже чтобы это практическая ситуация чтобы система наша не поглощала энергию а выдавала ее с точки зрения современных теоретических представлений это невозможно но тем не менее я пытаюсь составить полуфиленологическую теорию которая этот эффект объясняет ну вот вот так еще там может еще что то есть я говорю что если меня Узикова слышит то можно порекомендовать Роси подобного рода эксперимент вот это очень простой то есть вполне возможно что его медь не совсем медь и то есть в ней должна быть нарушение сверхтонких смещений для электронов с-орбиталий то есть берем какой-нибудь там с1 лучше всего точнее с 0 с нулевым моментом берем его меряем у него сверхтонкую структуру если вдруг оказывается что она немножко немножко другая чем это это нам показывает что ядро там находится в другом состоянии и вполне возможно вот этот выход энергии он оправдан и может быть а если предположить что при выключении поля все просто возвращается в обычный состояние тогда ты придумал идеальный холодильник ты представляешь лежит у тебя куча такого ядра ты поле ты поле выключил никель превратился в медь и все ты выключил поле осталась медь остался никель и все выключено нет обратного процесса просто все понятно что никель превратился в медь я так и говорю но медь то не простую медь другая я понимаю что медь другая но может быть если поля нет медь обычная тогда у тебя согласно этой излагаемой теории у тебя общая реакция идет не с выделением тепла если честно, ты не очень точно указал а вот выделение тепла происходит из-за того что ядро переходит в цилиндрическое состояние? не уверен, что ядро переходит в другое состояние ну условно потому что вполне возможно что речь идет не о спине может она идет в изотопическом спине речь тогда это будет непростанственная ситуация никель в медь никель в медь я просто неправильно написал писал никель железо, не написал, а стереть невозможно получается писать ему никель который отличается от обычной меди чтобы наличие в каких-то других состояниях да, вот этих, более низких более низкие энергетические состояния и вполне возможно, если речь идет о спине а не изотопическом спине то их можно будет померить путем изучения сверхтонкой структуры в этом самом в этой самой миде если у нас действительно сверхтонкая структура будет другая то мы можем говорить, что мы имеем немножко другое миде это кажется все звучит безумно совершенно но говорю, что вот если бы это это хотя бы надо было бы сделать то это тоже же результат да, мы ставим эксперимент над электронными орбитами то есть над электронными орбитами есть как бы способ ее фальсификации да, есть способ верификации ну и верификации, фальсификации то есть с точки зрения это нормально если это не так, то вся теория сразу становится не так да, у нас может быть речь идет о каком-то другом квантовом числе тогда это будет не так но по крайней мере сверхтонкая структура для S-электронов она дает нам возможность что-то судить о состоянии ядра это не очень сложный эксперимент его можно взять и провести и вот было бы здорово если бы вот эту вещь сделали раз вот Девкалион я давно с этим прыгал Девкалион же запустили свой реактор на различного роста чистых изотопов и получили фундаментальный результат там у них была kutya теоретика в статье никто из них не отметил что это мейсбауровский изотоп на из��斯баровском изотопе на 61 никеле не идет реакции если придумать еще реакцию связано с мейсбауровым изотопом да и здесь она не идет на мейсбауровском изотопе может быть на мейсбауровском изотопе все-таки возврат есть обратный Смотрите, что из 61-го изотопа никеля, сколько ты его в установку не загружаешь, на нем сама реакция не идет, медь не образуется. Правильно, потому что у него невозможно. Никель остается никель. Цилиндрическое состояние. Ну, может быть, да. Ну, черт его знает. Если его нагреть, если бы хотя бы его можно было бы нагреть и получить медь, там никак нельзя получить. Возможно, есть какие-то соображения симметрии. Может быть, надо посмотреть. Невозможно там образование гидрина, как ты говоришь, если цилиндрическое состояние. Ну, я думаю, что это не имеет. Само-собственно, гидрина, оно не имеет. Либо, если бы все это происходит, но эффект выделения и поглощения, она же там происходит, это компенсирует друг друга. И поэтому, собственно, реакция как-то нет. Ну, возможно. Ну, не знаю. Ну, вот, в общем, вот так. То есть, вот такое на сегодняшний день замечание. По крайней мере, я думаю, что это как рассуждение по тому, что могло происходить в установке РОССИ. Было бы важно. Ну, все. Все. Спасибо.